Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирины Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. 300-190 наш телефон. А сегодня мой собеседник Евгений Беляев, главный врач областной станции переливания крови, врач высшей категории. Евгений Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Это единственный праздник, что называется, ваш профессиональный, когда поем оду крови? Или же есть еще какой-то праздник, к которому наверняка вы приурочиваете какие-то акции? Ну, 20 апреля это Национальный день донора, и он установлен с 2007 года Государственной Думой. В честь знаменательного события первого переливания крови в России. Это сделал в 1832 году Андрей, врач-акушер-гинеколог. Значит, он перелил кровь роженице, которая страдала от кровотечения и погибала. И кровь он перелил от мужа. Хочу подчеркнуть, что тогда еще не были установлены группы крови. Да, не было установлено, он просто как бы повезло и ей, и ему. Что совместимо оказалось. Да. И с этим событием установлен этот праздник. Но существует еще и Всемирный день донора, который отмечается в июне. Он установлен в честь Карла Ланштейнера, который открыл как раз группы крови и получил за это Нобелевскую премию. Да, но открытие стоит Нобелевской премии. Вы непосредственно работаете с кровью. Существует ли у нас нужное количество? Вообще есть такое понятие, как необходимое количество крови? Или все-таки кто придет, тот придет? Или крови много не бывает? Ну, я должен сказать, что кровь, донорская кровь нужна всегда. Если она в данный конкретный момент не идет в лечебное учреждение, то она находится в банке крови и ожидает своего момента, когда она потребуется. А потребность это большая. Она варьирует от разных причин. В среднем, по статистическим данным, у нас в день, каждый день года, переливается порядка 16 литров крови. Да что? Это каждый день? Каждый день, да. Это по стране или по нашему верхнюю жизнь? Это Тверская область. Это по Тверской области? Это осуществляется в порядке 50 манипуляций переливания крови. То есть, постоянно кровь нужна, потому что люди болеют. И в некоторых случаях, особенно в случаях травм, особенно в кушерской практике, особенно в случаях, когда есть онкогематологические заболевания, вот эти вот вливания крови, оно становится достаточно постоянным для пациентов. Например, люди, у которых произошла пересадка гемопоэтических стволовых клеток, они нуждаются в постоянном переливании тромбоцитов, эритроцитов, в некоторых случаях плазмы и так далее. То есть, это, в общем-то, достаточно серьезная вещь. И поэтому мы всегда держим у себя запас крови для того, чтобы удовлетворить потребность наших медицинских организаций полностью. И это, в принципе, нам удается. Вот до 50 литров переливания. До 16 литров. До 16 литров в день. В день. А количество доноров. Вы набираете вот этот потенциал, который обеспечит эти до 16 литров? Их больше станет средним. Сколько приходит человек сдавать кровь ежедневно? Ежедневно по-разному бывает. У нас вот сегодня пришло 91 человек, а взяли кровь мы у 80. То есть, остальных отвели по разным причинам. Но я хочу сказать, что в год у нас в Тверской области сдают примерно 7,5 тысяч доноров кровь. Они осуществляют порядка 19 тысяч донаций кроводач. И примерно 25% из этого числа это первичные доноры, которые впервые приходят на кроводачу. И в дальнейшем становятся постоянными донами. Тем самым облавляется донорский контингент. Если мы отталкиваемся от тех же 16 литров в день, то приходит 90 человек. Это много, даже если не все подошли в этот день. Сколько у одного человека за один раз забирается кровь? Норма кроводачи 450 миллилитров. То есть донор может стать человек с комптором исполнен с 18 лет, который имеет паспорт гражданина Российской Федерации или проживает не менее года на территории Российской Федерации. Значит, весом не меньше 50 килограмм. Не меньше, то есть он не истощен. Не истощен, да. Но верхние границы как бы рекомендованы. Но, в принципе, если человек здоров и у него нет противопоказаний, то мы можем, конечно, взять кровь и у лица старшего возраста. Но, тем не менее, у всех кроводачи это 450 миллилитров. 450 миллилитров. И это безболезненно для организма, скажем так. Человек не ляжет здесь посреди, не ухи будет просить. Нет. Дело в том, что это физиологическая кровопотеря, как можно так сказать. Если вы помните, то раньше кровопусканиями лечили людей. Кстати, это хорошо понижает давление. Да, трансфузиология применяется, вот герудотерапия. Да, 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 пиевочки. То есть это безболезненно. Восстановление идет в течение 60 дней. То есть человек прийти сдать кровь может только через 60 дней. И мы за этим строго следим. Значит, раньше никак не получится. У нас есть автоматизированная информационная система трансфузиологии, сокращенно АИСТ, которая не пропустит просто. АИСТ не пропустит. АИСТ не пропустит, да. То есть взрослому мужчине, если мы 12 месяцев на 2 дня, ну где-то вот 5 раз в год. 5 раз в год, да. 5 раз в год. Женщины с такой же периодичностью? Нет, женщины поменьше, они 4 раза могут в год сдавать. Это установлено нормативными документами, приказами Министерства здравоохранения. А вот вы сказали сегодня, да, 90 человек, но не всем удалось дать скорость. Находится доктор, который проверяет, да, можно нельзя. Кому нельзя, кому противопоказано, кого возвращаете обратно? Ну, существуют целые нормативные документы, которые описывают, значит, временные отводы, постоянные отводы. Там много очень показаний. И понятно, что у нас перед каждой донацией каждый донор проходит консультацию врача-трансфузиолога. Кроме этого, он обследуется в лаборатории первичного обследования, где у него берется кровь, определяется группа крови, гемоглобин и так далее. И, конечно, люди, которые приходят, например, с проблемами со здоровьем, с высоким давлением, например, с... Нельзя высокое давление, да? Нельзя, да. Температура, нельзя. Тем более. Тем более. Остый период заболевания нельзя, да. Пониженное зрение. Это тоже? Тоже противопоказание, да, это является противопоказанием. Но в определенных масштабах, да. То есть выражен на сколько потери зрения. То есть много противопоказаний, которые врач учитывает, смотрит. Кроме этого, донор заполняет анкету, где указывает о себе, о состоянии здоровья. Были ли у него какие-то инфекционные заболевания. А хронические заболевания? Хронические заболевания указывает. То уже нельзя? Нежелательно. Нежелательно. В стадии обострения нельзя. А, обострение. Да, обострение. Да, обострение. Поэтому здоровье донора здесь под контролем. И, конечно, это наша основная задача, чтобы донорство было приятным, безболезненным и безопасным. Люди, наверное, когда приходят, вот мы встретились с вами в канун Национального дня донора, да, около передвижного комплекса, мы об этом еще поговорим. Некоторые, кто первый раз волновались. Есть такие, которые вот просто вот как вот, я прививки не боюсь, надо укалюсь. Ну, боятся вот вида крови самого. Люди такие. Ну, есть, конечно, люди, все мы разные, да. Мы все по-разному реагируем на тот или иной случай, который с нами происходит. И бывает, да, кого прямо в донорском кресле иногда людям становится не очень хорошо, но у нас в донорском зале всегда присутствует врач-трансузиолог, мы всегда оказываем помощь. Можем напоить, на шатырю дать понюхать и так далее. То есть помассировать, опустить голову ниже ног, чтобы не страдал кровоотток. То есть здесь вот волноваться не надо. Если вы доверили нам свое здоровье, мы его сохраним и вернем даже как бы в большем виде. Потому что сдав кровь, человек обновляет свою кровеносную систему, идет выброс здоровых молодых клеток, которые выполняют свою функцию и улучшают обменные процессы в организме. И не зря отмечено, что доноры на 5 лет живут больше, чем простые люди, которые не сдают кровь. А потом мы скажем еще почему, потому что это на самом деле здоровый образ жизни, о котором мы говорим. Мы накануне этого праздника, назовем это праздником, встретились с вами около передвижного комплекса. Он приехал к парку России «Моя история». То есть вообще это очень удобно. Что это за комплекс? Туда выстроилась небольшая очередь, конечно же, но это не нужно ходить к вашему стационарному помещению на улице Тамары или иной. Да, дело в том, что в рамках программы модернизации службы крови еще в 2011 году за счет федеральных средств была модернизирована служба крови Тверской области. И в частности был поставлен передвижной комплекс по заготовке крови. Он представляет собой тягач дизельный и трейлер, который длиной 16 метров. В нем располагается регистратор, располагается лаборант, располагается врач-трансфузиолог, который осматривает перед донацией. И дальше идет донорский зал. Там четыре кресла. Работают медсестры, врачи. И, в общем-то, этот комплекс оборудован таким образом, что он может автономно работать. У него есть генератор на дизеле, который обеспечивает его работу. Там есть вода, биотуалет, есть обмен воздуха, кондиционирование. То есть все необходимое для того, чтобы донору было удобно и безопасно. Мы используем его для таких вот акций, когда у нас нет возможности получить стационарные условия для того, чтобы провести донорскую акцию. Он один такой на весь наш регион, такой вот комплекс? Да, он один, он находится у нас на станции переливания крови. Тогда по программе модернизации службы крови в каждый регион поставлялись такие комплексные передвижные для того, чтобы можно было в дальние районы выезжать. Там, где нет возможности организовать в стационарных условиях, использовать вот такой передвижной комплекс. Он удобен, но, тем не менее, у него есть определенные ограничения. Мы должны переработать кровь в течение шести часов после забора. Если мы, например, уезжаем куда-то, там, в Весегонск или еще куда-то далеко в дальние районы, то нам нужно думать о том, как нам использовать вот это время, чтобы нам переработать кровь в эти шесть часов. То есть кровь, она вот, когда вот сдает человек кровь, дальше судьба ее. То есть вот эта вот кровь, которая берется у него, вы ее еще разделяете на фракции? Да, конечно, мы ее перерабатываем. Каждая донорская донация дает нам три компонента. Значит, это эритроциты, тромбоциты и плазма. То есть один донор может, в общем-то, спасти троих человек. И, конечно, для того, чтобы это сделать, у нас есть необходимое оборудование в стационаре, которое мы используем в передвижном комплексе, к сожалению, его нет. Там ни центрифуг нет, ни ничего. Поэтому мы вот учитываем это при планировании нашей работы. Это хочется сразу, чтобы вы туда приехали, а обратно кровь уже на самолете или на вертолете, чтобы было побыстрее. А вообще тут вы вспомнили Весегонск, далекие районы. В каждом районе есть возможность принимать доноров? Ну, вообще мы стараемся, значит, свою работу кооперировать с медицинскими организациями. У нас в каждом же районе есть центральный район, в больнице, да. И мы, в общем-то, сотрудничаем, нам никогда не отказываются. Кроме этого, у нас есть, значит, общество Красного Креста, которое тоже в каждом районе присутствует. И вот они помогают нам, агитационную работу там проводят, организационную работу проводят и представляют помещение для того, чтобы мы могли стационарно провести день донора. Вот в этот раз около передвижного комплекса я встретила такую небольшую очередь из представителей наших уважаемых силовых структур. Я знаю, что вы с ними работаете плотно, да? Это все правоохранительные структуры, люди, которые носят погоны, и они ваши верные друзья. Да, совершенно верно. Мы называем это корпоративным донорством. Мы, ну, последние лет пять плотно занимаемся этой работой, потому что без корпоративного донорства мы не могли бы получить вот ту отдачу, на которую мы рассчитываем. Это действительно, в первую очередь, силовые ведомства, такие как Росгвардия, налоговая полиция, МЧС, значит, служба судебных приставов, налоговая полиция. Ну, кроме этого, у нас и гражданские организации используются. Вот у нас с вагонзаводом даже заключен договор о сотрудничестве. Мы к ним приезжаем, они к нам приезжают, мы с ними хорошо сотрудничаем. Значит, филиал, значит, Банка России в Твери, Сбербанк, Банк Открытия. Значит, ну, я много мог бы сейчас перечислять, прошу прощения у тех, кого не назвал, но мы все равно очень благодарны. Во-первых, тем активистам, которые работают в этих организациях, они помогают нам организовать вот эти вот акции в соответствующих учреждениях и организациях. И в то же время самим донорам, которые работают в этих организациях, потому что они делают очень полезное дело, потому что только человек человеку может помочь, вот именно, если нужно переливание крови. Еще раз, давайте, может быть, скажем, кто первый раз, кто ни разу не приходил, боится с чем-то с 18 лет, да, и есть, существуют какие-то ограничения в том же самом питании? Что можно, чего нельзя? Совместим ли алкоголь с донорством? Ну, я должен сказать, что бояться вообще не надо, потому что, во-первых, донорство, оно безопасно, оно полезно, и могут принимать участие лица, которым исполнилось 18 лет. Верхняя граница по определению главного врача-трансфузиолога, значит, вес должен быть не менее 50 килограмм, и, конечно, нужно себя готовить к донации, чтобы не получить отвод. Это, во-первых, соответствующее питание, то есть перед донацией нельзя употреблять жирную пищу, нельзя употреблять консервы, нельзя употреблять алкоголь, за 48 часов нужно отказаться от курения. Перед донацией нужно покушать, но еда должна быть такая вот, ну, скажем так, приготовленная, может быть, даже на пару или еще как-то, да. Покушать надо обязательно, чтобы потом не было проблем. Кроме того, доноры у нас перед донацией пьют сладкий чай, и мы их кормим печеньями или вафлями. А вот после донации, я знаю, что во времена Советского Союза были определенные выплаты какие-то, кормили и дни к отпуску прибавлялись. Сейчас как? После донации мы выплачиваем каждому донору компенсацию на питание. Это донорство безвозмездное, компенсация на питание не считается платой. Величина на сегодняшний день, это 5% от прожиточного меня, на сегодняшний день это 806 рублей. Кроме этого, каждому донору после донации положено 2 дня отдыха. Эти дни могут быть присоединены к отпуску по решению работодателя, по согласованию. Ну и считайте, для мужчины это 10 дней, для женщины 8 дней. Как вы сказали, тогда неплохая прибавка к пенсии. Кроме того, у нас есть почетное звание, почетный донор Российской Федерации. У нас, кстати, почетных доноров Российской Федерации и Советского Союза в Тверской области 4780 человек. У них есть определенные социальные права, они получают социальную выплату. На сегодняшний день она оставляет более 17 тысяч рублей, она единоразово выплачивается. И кроме того, они имеют право обслуживаться вне очереди в лечебных учреждениях и некоторые другие социальные выплаты. Поэтому донорство у нас поощряется государством. Это поощряется, желающих становится больше. Я так думаю, что донорство это в чем-то и выражение патриотизма, наверное, когда страна переживает нелегкие времена. Вот недавний террористический акт в Подмосковье, я думаю, что поднял народ. Это, наверное, первое, что к человеку приходит, это пойти и помочь издать свою кровь. Да, вот характерным моментом нужно сказать, что после вот этого теракта был всплеск обращения на станцию переливания крови. Мы в течение трех дней проводили акции последовательно в Твери, в Оржеве и в Вышнем Волочке. За эти три дня у нас прошло 279 человек. Мы заготовили 140 литров крови и было больше еще желающих, но по каким-то определенным причинам они были недопущены. Потому что люди по благородному своему порыву пошли. Да, но есть определенные правила. Поэтому мы всем очень благодарны. И вот Вы говорили, что у нас национальный день доноров. Это в первую очередь праздник доноров. Это праздник их. Потому что они приходят в лечебные учреждения, отдают частичку себя для того, чтобы спасти жизнь другому человеку, который они, может быть, совершенно не знают. И это достойно всякого уважения, восхищения и, ну не знаю, воспевания, наверное. Потому что только человек может помочь человеку. Человеку, к сожалению, никто больше. Да, никто больше. Никаких синтетических заменителей у нас пока нету. И никакие там звери, животные тоже нам не помогут. Только человек. А подсчитано вообще, вот мы говорили, сколько в день переливается по верхней лужью. А вообще в год, а по России какой это объем? Ну, это большой объем. Я хочу сказать, что по России порядка полутора миллионов человек нуждаются в манипуляции переливания крови. Конечно, есть эти данные, о которых мы говорим, но переливается достаточно большое количество компонентов крови. И, в общем-то, на примере Тверской области мы заготавливаем порядка 8 тонн в год, переливается порядка 6 тонн в год компонентов крови. Что-то остается на хранении, ну переходящий такой запас, и потом он пополняется. Но вот даже по нашей Тверской области, в которой трансфузиологическая нагрузка, в общем-то, можно считать, что средняя, ну вы сами можете определиться вот по этим цифрам. Если кровь заготавливается, некоторые могут думать, ну в морозильник положил что-то и лежит там годами, сколько может храниться кровь? По-разному компоненты. Например, плазма может храниться в замороженном виде при температуре не выше, чем минус 25 градусов. У нас она хранится в камерах под температурой минус 40. Она может храниться 3 года, срок годности ее. Эритроциты хранятся до 42 дней. Это зависит от того дополнительного раствора, в котором они содержатся. А тромбоциты всего 5 дней. То есть они короткоживущие. То есть их нужно использовать сразу в дело. Они и используются. То есть мы даем гарантию того, что ваша кровь не пропадет. Нет, она не пропадает. А если мы говорим сейчас о среднестатистическом портрете Тверского донора. Кто это? Мужчина, женщина? Может быть по почетным донорам можно судить. Какой возраст? Молодые. Вообще молодежь подтягивается к этому движению? Да, мы должны сказать, что такой среднестатистический портрет донора в Тверской области это лица от 25 до 45 лет. Это молодой активный возраст, который принимает активное участие в нашей экономической жизни страны и использует все возможности для того, чтобы и участвовать в таком подвижничестве. То есть участвовать в донорском движении. Молодежи очень много. И мы активно сотрудничаем с нашими вузами, с нашими колледжами. У нас есть активисты там, проводим акции. Нас всегда очень поддерживают. Прошли те времена, когда мы испытывали, особенно в начале 2000-х годов, дефицит. Это после тех самых 90-х, наверное, да? Да, да, да. Был дефицит, было такое, да? Да, да, донорство. Но сейчас у нас, я говорю, что у нас доноров достаточно. Мы постоянно работаем. Ну и работа поставлена по агитации, да? То есть и на телевидении, и в радио, и мы лекции читаем, ходим. И наши работники тоже говорят об этом. И народ хорошо к этому относится, воспринимает это. У нас вообще народ хороший, добрый. Они всегда готовы помочь и подставить плечо своему ближнему. Особенно в ситуациях, когда тяжело. Вот, да, да, да. Поэтому... Как наша страна, всегда мы сплачиваемся. Да, мы благодарны нашим людям. И, конечно, ждем нас, доноров в нашем учреждении по адресу Тамара или иной, дом 20. У нас есть свой сайт. Он в русском сегменте интернета. Т-О-С-П-К.РФ И наша страница ВКонтакте. Тоже там мы всю информацию предоставляем. Есть интересные довольно-таки статьи. Пожалуйста, обращайтесь, смотрите и будете в курсе всех событий. В какое время? Ограниченное число. Но это просто в течение рабочего дня работает областная станция переливания крови, если к вам приходить. Да, с 9 утра? У нас донорский день с 8.45 до 11.45. Дальше мы проводим обработки. Уже от манипуляции с кровью, да? Да, да, да. Уже без доноров то, что нам... А донорский день, это каждый день? Каждый день. И выходные можно к вам приходить? Нет, выходные, с суббота, да, и в воскресенье выходной. С редкими, может быть, требуется больше какой-то редкой группы крови? Вот сейчас есть возможность обратиться. Какая кровь более необходима? Или тоже такого нет? Вы знаете, у нас на сайте есть так называемый донорский светофор. Значит, там зеленый, красный, желтый. Да, то есть заходите на сайт и смотрите, какая кровь в данном конкретный период нужна. Там по цветам можно ориентироваться и, в общем-то, прийти... Но мы, в общем-то, никогда не отказываем людям, если они могут быть допущены к донации. Даже если этой группы крови у нас достаточно, мы все равно принимаем людей. Потому что сегодня достаточно, а завтра, может быть, возникнут из разных медицинских организаций. Дайте нам эту группу, дайте нам эту группу, дайте нам эту группу. И все тогда становится... Необходимо обращаться к постоянным донорам, которые у нас есть. Вы, как специалиста, может быть, посоветуете нашим телезрителям, как можно улучшить свою кровь. Есть ли что-то? Летом, допустим, ягоды. Вот как зрение говорит, чернику ешь, да? Рыбку ешь какую-то свеженькую. Что можно сделать, чтобы... И вообще можно улучшить качество крови? Ну, как бы свое здоровье. Нужно следить за своим здоровьем. Мы же не можем улучшить кровь, а здоровье как бы не улучшить. То есть мы должны действовать в одном направлении. Это здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, гигиенина труда, отдых своевременный, высыпаться обязательно. Значит, то, что положено в одном возрасте делать, нельзя делать в другом возрасте. Не злоупотреблять алкоголем, не злоупотреблять никотином, наркотиками и так далее. То есть нужно как бы заботиться о себе, потому что дороже себя у вас же никого нет. Поэтому нужно заботиться о себе и вести, в общем-то, правильный образ жизни. И тогда у вас и здоровье будет хорошее, и кровь будет хорошая. И вы сможете участвовать во всех, ну, я не знаю, мыслимых, немыслимых акциях, которые могут проводиться. Реально помогайте людям. Да, да. Спасибо вам огромное за вашу работу, спасибо за вашу активную жизненную позицию. Я думаю, может быть, число доноров после нашей программы сколько-то возрастет, потому что кровь нужна всегда. Спасибо за приглашение. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Евгений Беляев, главный врач областной станции переливания крови. Спасибо, будьте здоровы. До свидания.